Всем привет с вами портал ps3heats.ru и CIS Quo. Сегодня мы покажем вам распаковку коллекционного издания Metal Gear Solid 5. Вышла она не так давно 1 сентября, но мы вот видите припоздали немного с обзором за некоторых технических и скажем так семейных обстоятельств. Но сегодня вам покажем вот такая коробочка. Называется она просто коллекционное издание. Игра Хидел Каджима, такая прямоугольная коробка. Сзади мы видим описание игры и составляющие коллекционного издания. То есть диск, стилбук, какая-то карта. Только я не пойму, она реальная или цифровая. какая-то приблуда. И собственно статуэтка руки. Вот. Здесь мы видим какие у нас есть дополнительные материалы в этой игре. Это эмблемы, костюмы, оружие, всякий став игровой. Вот. Ну давайте раскроем эту интересную коробочку. Так. Сверху у нас прикреплен вот такой значок Diamond Dog. Собственно подразделение, в котором тусуется наш любимый Big Boss, он же Snake и его друг Cass. Это не просто эмблемка, это магнит. Можно прикрепить на холодильник, я не знаю, на машине, куда хотите. Может на жесткий диск. Дело ваше. Вот. Сокрываем коробочку. Здесь такая ленточка есть, мы ее поднимаем. И собственно таким образом открываем коробочку. Коробочка, конечно, сама неплохая, но по-моему очень флип. Ну да ладно. Все содержимое здесь смещается вот в этот, небольшой ящичек. Фигурку мы оставим потом, а внутри у нас находится диск с игрой и, как я и говорил, стиллбук. Собственно сам диск с игрой. Не для продажи отдельно. Обычный диск. То есть по факту он ничем не отличается от обычного издания. Внутри у нас диск. Кто бы сомневался с игрой и два промо-кода на какие-то дополнительные цифровые материалы. Один для одиночной игры для компании, второй, скорее всего, для онлайн составляющей. Рекламка доступного гайда по игре и вот такой мануал по управлению. Напомнит нам, где и какие кнопки у джойстика расположены. Спасибо, так бы не вспомнилось. Хидео постарался. Так, и стиллбук. Давайте посмотрим стиллбук. Вроде он должен быть очень-очень неплохим. Да, вот такой приятный стиллбук. Хорошая литография. Собственно Big Boss Snake. Каз Казухира, если меня не ошибла память, его зовут. Его друг. И с этой стороны вот такая картинка, где они закрывают лица плащами или платками непонятно. Какими-то арафатками. Внутри этого стиллбук у нас находится диск с дополнительными материалами. Наверняка там какие-то материалы о создании игры, артбуки, артворки, саундтрек, еще что-то. Ролики дополнительные. В любом случае это наверняка интересная. Вот такая у нас карта. Немально этих размеров. Сейчас я вам ее сделаю, покажу. Это у нас регион, извиняюсь, коробочек Арганистана. Судя по карте, на нем я играл. Здесь у нас описание локаций, я так понимаю, где что находится. Ну, собственно, картинки этих локаций. Ну, карта и карта. Ничего сверхъестественного, но приятно. А на другой стороне у нас какой-то другой регион. Ну, судя по названию, наверное, какой-то африканский. Я там еще не был, поэтому не могу сказать. В принципе, то же самое. Картинки локации, их название, ну и обозначение на карте. Все. Такая вот карточка. Ну, что, лишний контент всегда приятен коллекционеру. Давайте мы ее уберем и посмотрим, собственно, то, ради чего это коллекционное издание покупается. Ну, а теперь это идеальные руки и босса. Давайте уберем все лишнее и, собственно говоря, уберем сюда эти руки. Рука у нас небольшая. Я могу ошибаться, но вроде где-то я видел, что у нее вроде как масштаб 1 к 2. Вот по виду сразу ясно, что далеко не 1 к 2. В лучшем случае 1 к 4. Ну, либо это 1 к 2. В руке очень-очень маленький японцы. Вот такая небольшая ручка. Все суставы двигаются. Правда, я смотрю, могут разболтаться, но это ерунда. Здесь есть в открытом доступе винты, поэтому если у вас разболтается какая-то часть руки, ее можно, в принципе, затянуть немножко. Рука сама небольшая, материал неплохой на самом деле. На общем-очень прикольный. Повеса она очень легкая. Внутри какой-то еще пакет. Его можно достать, чтобы он никому не вмешался. Зачем, правда, его работу доделать. Зачем делать съемные подставки, я не знаю. Я теряюсь, если честно, догадка. Снимем пакет с пальца. Вот такая рука. Все суставы двигаются. Какие-то, по-моему, даже большой палец крутятся. Здесь тоже крутятся и меркутятся. И можно, в принципе, собрать что-то мотивирующее. Не знаю, последний палец. Козу какую-нибудь, если бы кофе. Какой-то коза. Ну, или если бы фанат Стартрека какого-то. В общем, вот так. Я так сам не сделаю. Кто умеет, тот молодец. Я больше вот по такому. И еще один нюанс. Этот палец большой у данной руки очень, скажем так, легко можно его оторвать. Дело не в том, что он прям бракованный, ничего. Еще просто такой механизм. Вставляется, но за то же легко. Ну, может разболтаться со временем. Тут не затягиваешь болты. Что поделать. Итого, за 10 тысяч рублей мы с вами имеем диск с игрой. Небольшое количество цифрового материала. Стилбук с карты. И вот такую небольшую руку бионическую. Сами мы ее воспользоваться не можем. Только посмотреть. Ну, ничего страшного. Вот. В принципе, на данный момент эта издания стоит 10 тысяч. Ну, по факту, если бы ни изменение курса, ни падение рубля. Ну, золотая цена, такому изданию, 6-6,5 тысяч будет потолок. Была бы рука немножко больше. Ну, не знаю. Хотя бы вот как моя. Да. Было бы гораздо интереснее. Из неколекционеров. Ну, и вообще приятнее, чем у которых детских. Не знаю. У кого они ее оторвали? У мини-снайпер. Для того. Вот. Ну. Один неоспоримый плюс у нее есть. Ее легко поставить в шкаф. Она точно у вас поместится. Не придется что-то высверлить, выдалбывать или убрать какую-нибудь полку. В принципе, для традиционера издание неплохое. Дороже, чем оно должно стоить, но неплохое. Можно приобрести и не пожалеть об этом. Тем более, что игра на самом деле вышла просто шедеврально. Перепленка вторую и четвертую части, даже третью. Просто не о чем говорить. Если у вас есть возможность, и вы любите творчество Хидео, этот наборчик для вас. С вами был портал PS3Hids.ru, я из Кволов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...